8 марта 1908 года по призыву Нью-Йоркской социал-демократической женской организации состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин. Клара Цеткин в 1910 году на Второй международной социалистической женской конференции предложила учредить Международный женский день. Предполагалось, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам. Постепенно этот день полностью потерял политическую окраску и привязку к борьбе против дискриминации, став днем всех женщин. Конечно, в наши дни, 8 марта, женщины не митингуют о равноправии с мужчинами. В этот день они хотят просто немножечко заботы и внимания, потому что подразумевается, что вопросы о равноправии решились и остается удовольствоваться тем, чего добились ревностные феминистки. Но у меня возникает вполне логичный вопрос, как и у любой другой женщины. А что, женщина заслуживает внимания и заботы только один раз в год, а в остальные дни она перестает быть женщиной? Уже 9 марта к ней будут относиться так же, как к мужчине. Так называемое равенство полов. Но что такое равенство? Разве могут быть равны те, которые по сути разные? И в этом нет ущерба для каждого из них, потому что они дополняют друг друга. Но вот возьмем, к примеру, столовые приборы. Все они имеют общие характеристики и объединены под одним понятием – столовые приборы. Возьмем немного глубже. Предположим, возьмем ложку и вилку. Оба они разные, хотя являются столовыми приборами. И в каждой кухне есть и ложка, и вилка, которые дополняют друг друга в плане удовлетворения наших с вами потребностей. Потому что одним мы можем делать то, что невозможно сделать другим. И никто из нас не считает вилку более ущербной по отношению к ложке. Теперь перейдем все-таки к мужчинам и женщинам. Не может быть между нами и мужчинами равноправия, потому что мы разные по сути, хотя и люди. Мужчина ответственен за обеспечение своей семьи и ее безопасности. Женщина ответственна за воспитание своих детей и уют в доме. Тогда зачем требовать того, что предначерпано мужским судьбам, и отказываться от того, что даровано женским натурам? Почему женщины должны отказываться от своего права быть женщиной во все остальные дни? Кто за нее решил это? Почему во все остальные дни на нее должны смотреть, как на равного мужчине человека, а только раз в год вспоминать о ее женской сущности? И вообще, почему какие-то в лице Клары Цеткин и современных феминисток решают за всех женщин, какие у них права? А может быть у женщины совершенно другие права, которые намного лучше и больше, чем ей диктуют какие-то феминистки? И никто, ни первое, ни второе, ни третье, ни восьмидесятое поколение феминисток не сможет дать правильный ответ, какие права у женщины. А почему? Да потому что это прерогатива Всевышнего Создателя, и Он уже 1400 лет назад не спослал законы, в которых четко прописаны права и обязанности как мужчины, так и женщины. И никто не имеет права посягаться на то, что даровал ей Господь. А это быть женщиной все 365 дней в году. Продолжение следует...